Рост пенсии, больше возможностей многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Министр труда и соцзащиты рассказала сегодня лишь о некоторых планах на этот год. Что касается наиболее уязвимой категории инвалидов, в этом году продолжится реализация Конвенции об их правах. Сегодня в стране таких жителей более 560 тысяч. Ежегодно ведется активная работа над улучшением уровня жизни каждого. Трудоустройство, образование, свободное передвижение. Ожидается корректировка сразу нескольких законов. Например, может появиться административная ответственность за уклонение от создания безбарьерной среды. Обсуждается и введение квоты мест для инвалидов на предприятиях. Треть уже сегодня работает. Нашли себе на рынке труда. И наша задача сегодня максимально оказаться действием тем, которые сегодня нуждаются в трудоустройстве. Это через обучение, через переподготовку, через бронирование рабочих мест. То есть работа непосредственно с нанимателем, заинтересовать их для того, чтобы они брали на работу инвалидов, которые сегодня великолепны тоже труженике и профессионалу своей деятельности. В наступившем году продолжится повышение пенсионных выплат. В 2017-м перерасчеты проводили четыре раза, практически ежеквартально. Вместе с увеличением бюджета прожиточного минимума индексировались минимальные трудовые и социальные пенсии на отбавки, повышение и доплаты к ним.